друзья извините что не смог вчера выйти в прямой эфир работал над новым проектом в следующий четверг по четвергам буду выходить в 20 часов по москве картина называется морская элегия сюрприз для вас будет еще в том что мало того что я сегодня покажу в конце ролика подробности этой работы а завтра я выложу как она писалась практически без остановки вот с нуля и до конца и впредь я буду довольно часто показывать процесс написания моих работ единственное там не будет палитры не будет объяснений но зато нон-стоп будет видно как все создается как я ошибаюсь счищаю думаю раздумываю изменяю что-то и веду работу прям без купюр можно будет наглядно ну просто смотреть как это все делать я пришел к выводу еще давно у меня была тарелка нтв плюс я как завороженный смотрел как строится дома например и понял что смотреть за тем что делает человеку любое дело вот лишь бы он делал увлеченно я не знаю какие-то там автомобили делаются можно наблюдать бесконечно дома дом строится просто пустырь и строится дом как с проекта режиссер и оператор снимают прям с нуля как фундамент возводится ставится вырастает из ничего вот что-то да и я понял что показывать как делаются картины со всеми огрехами вот со всеми неточностями как вообще ведется работа это очень интересно конечно научиться писать поэтому будет нельзя но наблюдать можно ну а чтобы научиться конечно вы знаете что есть онлайн школа куда заходите есть курсы и можно заниматься с обратной связью вот по этой ссылке которая сейчас появится вы можете прям тыкать на нее и попадете аккурат в мою школу олеся онибка пожалуйста вы уже знаете когда будет выставка импрессиониста в москве про которую вы говорили я из другого города на хотелось бы приехать посмотреть ваши картины воочию познакомиться конечно с вами лично друзья вторая всероссийская выставка современный русский импрессионизм будет с 12 октября по 5 ноября москва автозаводская 18 центр искусств арт коробка алевтина сидорова а у меня вот странное состояние я прошу детей можно убрать там написано же так я осознаю что художник я фиговый написано покрепче но зачем-то снова и снова крашу свои дурацкие картинки зачем я это делаю и один мой знакомый он очень хороший художник про мои картины сказал не вижу искусства и и я знаю тоже такого художника который без конца красит свои картинки и мне хочется ему сказать тебе не надо это делать и что за напасть такая я то зачем все это крашу я так понимаю алевтина вы не красили бы свои картинки если бы не получали удовольствие если бы не стремились к тому чтобы они были совершенны но древний человек даже на скалах рисовал этих самых мамонтов там всяких бизонов ну чего бы ему красить их жрать надо было заготавливать а тут красить художествами заниматься вот ради чего как вы думаете вообще ответ на этот вопрос нет а что вы скажете друзья зачем алевтина сидорова и другие хорошие художники красят картинки ну зачем задам вопрос здесь конечно задавать просто не знаю где это можно сделать так вы вот и делаете в комментариях под каждым видео вы можете задавать вопрос слава я заметил что вы не чистите палитру от ранее замешанных красок ну так в середине вычищаемости хим и по бокам вопрос это не мешает в работе с новыми положенными красками ведь можно ложно тыкать кисточкой в те места где видишь цвет но бах краска не берется высохла не ну в сухую то я конечно нет бывает что тыкаю конечно но высохла подбавлю живой живой водички или наоборот это помогает видеть нужный цвет глазу и помогает в подборе палитры не помогает белый цвет палитры поэтому у меня в палитру положено белая пластиковая пластик из под лепки пластилина добавлю в истинный колорист ну тут дальше хорошие слова спасибо большое вам ну надо конечно подчищать палитру мастихина кстати как кто-то написал из нашей палаты совсем может не одну из нашей конечно три капельки там две капельки гвоздичного масла капаю закрываю палитры она там настаивается коньячок на этом гвоздичном масле меньше высыхает действительно дмитрий пономарёв чем вы в конце рисовали что это за краски таки жидко жидко это акварель такая яркая у меня она вечно бледные акварель такая обычная акварель ну в тюбиках я покупаю выдавливаю кюветы и пишу обычный акварель жидко жидко до акварель правильно я люблю наброски делать акварелью в последнее время в особенности виталий 75 слова огромное спасибо что вы отвечаете на мои вопросы реплики очень приятно что человек вашего уровня опускается до нас простых смертных душу же такое такой простых смертных я тоже простой смертный но и вопрос не надо себя принижать виталий мы все мы же команда те которые по коридору ходят с другие там кабинеты но они проходят прохожие просто мы-то команда мы не простые смертные простые все вы планируете когда провести мастер-классы в беларуси конечно у нас нет горы и моря но все же дка чушь неплохо я с удовольствием приеду туда где всем интересно давайте соберем команду и сделаем класс я приеду почему же нет и н.к. мы бы так хотели чтобы вы проводили мастер-классы в америке ждем вас очень сильно и в америке вот так я приеду чушь не приехать раз ждете дам действительно как пандемия началась у меня же были запланированы классы куплены билеты естественно компании обещали там этого ручер но в общем они чуть-чуть только вернули аэрофон ну ладно не будем а грустно я с удовольствием приеду и можно запланировать например на следующее лето и сделать класс вы напишите из какого штата вы и будем организовывать команду по крайней мере меня ждут в калифорнии в канзасе может быть вам это близко напишите юзер w тра-та-та там всяко в какие дни где будет проходить ваша выставка ну я участвую выставки современный русский импрессионист я говорил можно ли вам принести свои картины чтобы вы для них сделали рамки принести конечно вы можете картины но рамки я делать не буду я просто это мне делает один товарищ иногда деревяшечки а я их крашу ну вы можете ему сами позвонить пусть он вам деревяшечки сделать и покрасьте сами что же я вам буду рамы красить как-то странно но уж у меня других дел нету ну в багетку обратитесь там вам и покрасит и набьют и забьют и все вместе натянут и упакуют и красный бантик может быть сделают если попросите мастихин помогите пожалуйста как быть если я не могу не подобрать тон и цвет который вижу когда пишу пленерные чуды а вы говорите что тон и цвет придумать надо и не обращать внимание на то какого тона и цвета видимые пятна это вообще для меня недостижимо я уже говорил что чтобы я не говорил это будет но из искажено ну ничего я еще раз повторю что тон нужно держать железно а цвет можно придумать приблизительно хотя бы берите цепляйтесь за тон вот поначалу пока вы все это вот вот настраиваете аппарат глаз вас чтобы видел что там рубашка темнее там того пятна белого и там светлее чем стена там светлый ну три куска ну что ж вы не можете зала начните с чего-нибудь самого светлого взяли самое светлое самое темное где посмотрели и вот вы уже в диапазоне а потом с посередине и начинаете уже так выстраивать зацепившись за один цвет и тон тон это светлота вы таким образом собираете эту мозаику ну дорогу осилит идущий нужно просто это делать и опять же мои уроки вам в помощь заходите в мою школу там есть на эту тему прям огромное количество всего начните с базовых уроков 1 13 вот прям сначала вот это да потом я уже скажу ну и чтобы увидеть то нужно смотреть в расфокусе то есть как бы как будто бы вот без очков поэтому вы обобщенно сразу делите сразу видимый мир на пятна вот даже вот вы на этот экран смотришь тут есть при счете один тон там потом посветлее там окно а потом сзади все остальное три тонны и лицо с руками 4 но вот разбить это на 4 5 6 тонов свою картина видимая новую композицию которую придумать придумали и цепляясь за один подстраивайте другой все время сравнивайте не один с другим а все вместе чтобы они в сравнении были точны ты океан потерявший свои берега волна за волной катится в безбрежности пустоты играя с ветром волны смывают все тревоги печали ожидания только тишина крики чаек и сияние света ты океан переставший искать свои берега предлагаю посмотреть сейчас одно еще кино называется обострение пропорций я думаю это будет важно и интересно но счастливо не забудьте отметиться в журнале это важно было никаких терапricosion это Продолжение следует...